Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. О самых милых, красивых и дорогих День Матери отмечается в Беларуси. В Бресте все мероприятия объединены одной идеей. Возвысит главное женское призвание. На улице Высоковской и Дубровской воспитанники домов семейного типа гостей принимали. В День Матери и в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы с поздравлениями и вкусными подарками приехали представители компании «Санта Бремор». Много страниц в горестной летописи Бреста, и одна из ее глав – страшная история брестских евреев – история уничтожения брестского гета. В этом году исполняется 80 лет со дня той страшной даты. Но никогда белорусский народ не забудет свою историю. В эфире программа «Итоги недели» говорим о главном. 14 октября в Беларуси отметили один из самых красивых и добрых праздников – День Матери. Неслучайное совпадение дат с церковным календарем. В этот день православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы, главной заступницы всех матерей. Это во всех отношениях самый теплый и трогательный праздник – День Матери. Всего лишь один день в году, но мамам традиционно посвящается вся неделя. В детских садах и школах проходят утренники, в исполкомах – торжественные награждения многодетных мам орденами матери. Все мероприятия объединены одной идеей – возвысить главное женское призвание. А главными участниками диалога с руководством города становятся, конечно же, мамы, которые не только успешно справляются со своей ролью хранительницы домашнего очага, но и добились в жизни успеха, состоялись в профессии. Сложно ли современным матерям совмещать воспитание трех, четырех, пятерых детей, ведение домашнего хозяйства и профессиональную деятельность – об этом в первом материале программы. В Бресском горисполкоме есть добрая традиция в двойной праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Дня Матери чествовать представительниц прекрасного пола, которые родили и сумели достойно воспитать пять и более детей. Конечно, самая большая радость для каждой из них – это видеться их детей здоровыми и счастливыми. А самое лучшее украшение – это обнимающие руки ребенка. Но в знак уважения к тяжелому многолетнему труду и важной миссии государство поощряет таких женщин особой наградой – Орденом Матери. Указом главы государства 15 семей в нашем городе награждены мамой Орденом Матери. Вы, наверное, знаете, что критерии награждения Ордена Матери предполагают не только количество детей, а прежде всего качество. И слово подобрать надо какое-то. Просто предполагает качество быть мамой. Материнское сердце способно вместить и дарить одинаково безграничную любовь и заботу каждому своему ребенку. Многодетная женщина мудра и терпелива. У нее свои рецепты семейного счастья и уюта, маленькие секреты воспитания, слова утешения и поддержки на любой случай. Безо всякого сомнения, эти представительницы прекрасного пола достойны восхищения. Самых теплых слов и самых высоких наград. Ведь ничто так не раскрывает саму суть и глубину женского начала, как высокое призвание материнства. Материнство, да, это огромный труд, который ложится на плечи многодетной мамы. Причем это труд каждодневный, ежечасный. Но все равно вот эта радость, которую дарят нам дети, их первые слова, первые шаги, их объятия, их успехи, достижения, оно не сравнится. Я очень благодарна за то, что, да, действительно, за такую высокую оценку труда. И хотя я убеждена, что каждая мама рожает детей для личного счастья, но то, что со стороны государства существует такая поддержка материнства и поощрение, это здорово, это приятно. У нас в семье воспитывается 5 мальчиков. 16 лет, 15 лет, 9 лет, 4 года и 2 года. У нас очень крепкая семья, мы все очень дружные. Старшие мальчики мне помогают, где-то и за младшими посмотреть, и так помощь потом. А вообще главное это распределение обязанностей, друг друга любить, уважать, слышать и помогать друг другу. Дети это мое счастье. Изначально быть многодетной мамой в наши планы не входило, но так сложилось. На сегодняшний день у нас пятеро детей. Это вся моя жизнь, и ради них я живу, ради них мы все делаем для того, чтобы они ни в чем не нуждались, для того, чтобы они выросли достойными людьми, и у них все в жизни сложилось. А на такую безусловную любовь всегда и всецело откликается чистое детское сердечко. Дети – это продолжение жизни, с ними связана материнская надежда и счастье. А в их глазах отражается частичка маминой души. Мамочка, ты моя самая любимая, самая красивая, самая милая. Ты самая лучшая на свете. Я тебя очень-очень сильно люблю. Я от души хочу тебя поздравить с Днем Матери, моя любимая мама. С таким прекрасным и нежным праздником поздравили женщин и в московской администрации. Здесь состоялась торжественная церемония вручения Ордена Матери. В московском районе города Бреста такой награды были удостойны 15 женщин. Сегодня празднуется в республике День Матери и указом главы государства 15 мам в московском районе награждены Орденом Матери. Этот указ в участии на рождение начался с 1995 года и на сегодняшний момент, с учетом сегодняшних награждаемых, уже 369 мам награждены Орденом Матери. На территории московского района проживает более 3600 многодетных семей, в большинстве из которых трое детей. Однако существует и приятное исключение. Три семьи воспитывают по девять детей, а в пяти из них по восемь ребятишек. На территории данного района существует также семья, члены которой являются родителями уже десяти малышей. Именно мам из этих семей в такой торжественный день награждал Андрей Филанович и председатель Московской районной организации «Белая Русь» Владимир Боровенко. Почетной наградой Ордена Матери в этот праздничный день удостоилась Ирина Ковтуняк, в семье которой воспитывается пятеро детей. Екатерина Скибук – мама пятерых малышей, Ирина Василюк – воспитывающая шестерых ребятишек. Быть мамой – настоящая награда для каждой женщины, и наши мамочки очень ответственно относятся к этому почетному званию. Воспитывая детей, невозможно не воспитывать себя. В первую очередь, любая работа начинается именно с себя самой. Поэтому с каждым ребенком, я и мой муж, мы растем, мы становимся лучше. Я очень надеюсь на то, что в дальнейшем наши дети будут отражением той любви, тех всех усилий, того труда, который был вложен и, дай Бог, еще будет вложен, и наши детки будут просто счастливыми. В самом деле, очень такие волнительные эмоции. Я думаю, что каждая мамочка заслуживает к себе уважения, внимания, заботы. А мы многодетные, вообще сумасшедшие мамочки. Ну, по-другому мы никак не могли поступить. Детки – это счастье. Дети – это наше счастье, наша радость, наше будущее. Ну, не представляю жизни без детей. После официального награждения мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором звучали прекрасные песни, посвященные самому главному человеку нашей жизни – любимой маме. Корреспонденты БУК-ТВ для программы «Итоги недели». День матери – прекрасный повод собраться в семейном кругу, наполнить дом душевной теплотой, уделив все внимание маме. Мама – какое емкое, красивое слово. Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со словом «мама» мы учимся говорить и осознавать свое предназначение в этом мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. К сожалению, не всегда женщины понимают свое истинное предназначение. Они подменяют его другими понятиями, отказываясь от своих детей. Но эти ребята не остаются без внимания и заботы. Сегодня в Беларуси функционируют дома семейного типа. В Бресте, в Ленинском районе, таковых четыре. К ним с поздравлениями и подарками приехали специалисты компании «Санта Бримор». О теплой встрече, об эмоциях детей и взрослых расскажет Лариса Осмолович. Как хорошо, что есть в нашем мире женщины, умеющие, способные подарить материнскую любовь не только родным детям, но и приемным. Вот такая и есть наша героиня. Скромная, добрая, светлая, вся такая уютная Мария Козлова. Решение прийти на работу в дом семейного типа принимали вместе с мужем. Понимали, ответственность огромна. Ведь это как билет. В одну сторону детей ты обратно не вернешь. Грех великий. Посулить счастье, да обмануть. Сегодня в семье Марии и Андрея Козловых девять детей. Семеро неродные, но такие родные и любимые. Большая у нас семья. Детки все такие светлые на самом деле. Все такие разные, интересные, умненькие. Они такие помощники, такие молодцы. Во всем стараются на самом деле. Стараются и ничем не обидеть ни маму, ни папу. Хотела бы сказать, что детки замечательные. Я бы не сказала, что тяжело. Вы знаете, оно интересно. Оно интересно, потому что каждый ребенок, он что-то такое свое несет, открывает. Как-то мыслит так интересно. Даже учит чему-то от нас, взрослых. Семеро детей. Четыре мальчишки и три девчонки. А еще в большой семье есть кролик, морская свинка, собака, кот. Всем места хватает. Дом очень уютный, комфортный. В каждой комнате порядок. Ребята умеют его поддерживать. Но и художественный беспорядок тоже может быть. Дети есть дети. Ребята привыкли сами себя занимать. Читают друг другу книжки. Вместе собирают пазлы. Висят на турнике, соревнуются. Кто дольше. У девчонок есть куклы. Каждый находит себе занятие по душе. Мы здесь всегда играем. Нам, вот если мы что-то домашнее не понимаем, мы просто подходим к родителям. Ну и у них спрашивают, они нам помогут с английским, русским, со всеми предметами. Ну вот ты так сейчас задумалась, и глазки такие со слезками. Хорошо тебе здесь? Да. Мама с папой хорошие. У них есть две дочки. Марина и Лиза. И, наверное, уже теперь и третья есть, и четвертая, и пятая. Куча. Куча, да. Как живется? Хорошо. Весело? Люблю с мамой, маме помогать, мыть посуду, там, всякого. Это самая моя любимая зона. Ты хозяюшка, что ли? Угу. Как живется? Нормально, привыкли уже. А давно ты здесь? Месяц назад. Месяц назад, так совсем недавно вы приехали сюда. Нет, да, совершенно не знаю. Ну вот первые свои впечатления в этом большом, уютном, красивом доме? Не знаю, сначала не мог привыкнуть. Скучал? Ну, так. Уже привык, но скучал. А как вот мама, которая здесь, как она тебе? Нравится? Почему? Не знаю. Если что-то не понимаем, подойдешь, спросишь, она все скажет, поможет. В большой православный праздник, покров Пресвятой Богородицы и в День Матери в гости в Дом Козловых приехали гости. Представители компании «Санта Брэмор» с подарками, вкусными и полезными. Ароматные блинчики пришлись как нельзя кстати. Мороженое на десерт. За красиво накрытым столом собрались, чтобы обсудить, как будут маму поздравлять. Кстати, с нами по секрету поделились одним пожеланием. Я хочу, чтобы у нее все получалось, чтобы она всех любила, чтобы у нее все было хорошее и она была самая лучшая. Ждали гостей в доме на улице Высокая. Дружная компания была вся в сборе. Настоящий детский сад. Кто на роликах гонял, а кто с лабрадором играл. Шумно, весело, дружно, под присмотром мамы. Гостей встречали всей компанией. Артурчику два года. Он недавно у нас. Правда, Артурка? Есть его здесь и сестричка. Рядышком в доме есть еще двое братиков. Вы знаете, в нашем Ленинском районе четыре дома. Четыре детских дома семейного типа. Воспитываются в них дети со статусом 23 ребенка. Действительно человека, потому что мы их определили в семью. Здесь они учатся, здесь они познают мир. То, что они не могли увидеть в родительских семьях, увы, видят здесь доброту, тепло, семейный быт. У них есть мама. У них есть мама. Это самое главное. Санта-Бремер – компания, которая не безразлична судьба детей. Они не остаются равнодушными к проблемам. Они дарят радость, они заботятся и поддерживают. И акция «В день матери» – еще одно тому подтверждение. Компания «Бремер» на протяжении всей своей истории поддерживала людей, реализовывала различные социальные инициативы. В первую очередь мы поддерживаем проекты, которые соответствуют нашей миссии – делать жизнь людей лучше. И, конечно же, в этот день, день матери, я сама как мама, и нам было очень приятно видеть эмоции этих деток. Конечно же, хотелось поддержать семьи. И, возможно, мы надеемся, наша продукция каким-то образом поможет, чтобы их и завтраки, и обеды, и ужины были еще вкуснее, и маме было проще готовить. Ну и, конечно же, эмоции детей – это самое главное. Поэтому мы стараемся, если есть необходимость, быть рядом и поддерживать вот такие проекты в том числе. Мы, взрослые, называем эти дома домами семейного типа, но для детей это семейный очаг, которого, по сути, у них никогда не было. Имея родных мам и пап, они – дети-сироты. Парадокс мирного времени. И только великая любовь, согласие и мир в семье сделают этих ребятишек счастливыми. И все вышесказанное зависит от женщины, от матери, от ее заботы и ласки. Мне хочется, знаете, такой гармонии, чтобы у детей в душах была гармония, светло, тепло, радость. Чтобы они не знали бед в этой жизни, никаких неприятностей, чтобы их это не касало, чтобы никак они не встречали недобрых людей, чтобы только вот именно добрые люди всегда их окружали. И очень хотелось бы, чтобы они в мир тоже несли бы добро. Лариса Осмолович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь. И именно эти слова стали своеобразным лейтмотивом большой и красивой семьи Шакайла. Супруги Марта и Иван вместе воспитывают четверых детей. На плечах многодетных родителей лежит нелегкий груз ответственности, с которым оба родителя достойно справляются. Каждый из них уверен в том, что для создания семьи достаточно полюбить, а вот для ее сохранения нужно научиться терпеть и прощать, а еще заботиться друг о друге. Иван и Марта Шакайла не раз доказывали это своим примером. В гостях у этой семьи побывала и наша съемочная группа. В официальном браке супруги Марта и Иван Шакайла уже 8 лет. В их семье воспитывается четверо детей. 13-летний сын Даниил, 7-летняя дочь Машенька, 4-летняя Полина и 2-месячная Стеша. Стать многодетной мамой и жить в дружной и счастливой семье – давняя мечта Марты, которая была единственным ребенком в семье. Она прекрасная хозяйка, заботливая мама и настоящий друг и помощник для своих детей. Я не могу сказать, что я справляюсь, я просто живу. В своей семье я одна, и я всегда хотела много детей. Это была моя мечта. Ну, как правило, мечты – это несбыточно, да. Когда у меня появилась Маруся, я поняла, что, в принципе, это цель. Вот, поэтому не могу сказать, вот, ну, мне это слово просто не нравится. Я не справляюсь, я просто живу своей семьей и своими детьми. Мы в своей семье, ну, не принуждаем детей, но они сами по себе очень-очень дружные. Дети в этой семье очень дружны. Старшие никогда не обижают младших. Всегда заступаются и готовы защитить друг друга, если это необходимо. Сыну Даниилу уже 13 лет. Он ученик 8-го класса. Это очень разносторонний и общительный парень, который всегда помогает маме присматривать за младшими сестренками. Любимый предмет в школе – это физкультура. Мальчик уже давно серьезно занимается футболом и добился в этом виде спорта отличных результатов, занимая призовые места на многочисленных спортивных соревнованиях. Мама попросит выйти куда-то в магазин и встретить папу. Я с удовольствием иду к Стеше, смотрю ее. Также приглядываю за девочками, за Маруся и Полей. Любимый предмет у меня – физкультура, потому что я занимаюсь футболом, занимаюсь вообще всю жизнь своим футболом. Не связался с своим, занимался много чем, танцами даже занимался, занимался плавом, но не получилось. Пошел в футбол. Я заметила, как пацаны-пацаны во дворе играют. Я попросила маму первый раз купить в футзалке, пойти поиграть. Я раньше жила на Ковалевке, получается, и там было футбольное поле. И все там играли, я пошла, решила поиграть, и у меня получилось. И как твои успехи сейчас? Ну, отлично пока что. Расскажи, мне папа твой сказал, что ты в соревнованиях участвовал. Да, я в Украину ездил, в Ковель, то в Бресте ездил, то в Лиду, в Гродно, в Минск не один раз ездил. Много куда. И занимался? Да, первые, вторые брали. Дочь Машенька тоже растет настоящей маминой помощницей. Она всегда с радостью выполняет все домашние обязанности, а также присматривает за своей младшей сестренкой Стешей, которой всего два месяца. Девочка в этом году пошла в первый класс. Она с нетерпением ждала этого момента, и сейчас с удовольствием учится в школе. С тем, чем она будет заниматься, малышка пока не определилась. Но уже и сейчас изъявила желание пойти по стопам старшего брата, выбирая занятия спортом. Я помогаю всем, маме, папе. И бабушкам, когда ездишь в деревню, да? Да, бабушкам, дедушкам. Да, молодец. Но у нас помощница. Да, люблю там водить, что-то делать маме. А Стешу помогает посмотреть? Стешу помогает посмотреть, камеру ее, мою. Существует распространенное мнение, что воспитывать детей в многодетной семье намного легче, чем справляться с одним ребенком. Мы решили узнать, какой точки зрения по этому вопросу придерживается наша мамочка. И получили на него вполне четкий ответ. Всегда всем, своим знакомым, подружкам всегда говорю, что с одним ребенком тяжело. Во-первых, когда он один, он первый. Страшно ему, как жить в этом мире, страшно тебе. Ты боишься что-то сделать не так. Со вторым и последующими детками легче, потому что у тебя уже есть опыт. И, конечно, немалую роль играет то, что детки помогают. Многодетного отца Ивана тоже можно назвать счастливым человеком. Ведь так же, как и его супруга, мужчина родился единственным ребенком в семье. И всегда хотел, чтобы в его семье было минимум двое детей. А возможность воспитывать четверых – это настоящее счастье для обоих родителей. Иван работает на железной дороге. И когда позволяет график, уделяет все свободное время семье и детям, общаясь и играя с ними. У нас все ладно, все складно, все супер, все друг друга понимают. Стараемся помогать друг другу, чтобы не было каких-то там, ну не знаю, казусов, не случалось. Ну, все отлично, все получается. Думал, поначалу будет сложно. Но на самом деле, оказывается, максимально все просто, все легко. Я родился не в многодетной семье, я один ребенок у родителей. Но хотел, ну минимум я хотел двое. Поначалу детей, да, как бы. А потом мы как-то так раз-раз, ну я понял, что нет, двое – это мало. Я хочу большую семью, точно так же, как жена. Вот, ну и вот у нас четверо детей довольные, ну все супер. Так как я на железной дороге, мне позволяет график больше находиться с детьми. Вот, ну, где-то вместе, где-то лежим, где-то болтаем, где-то в тех же телефонах, но вместе. Вот, я опять же завожу детей в сад, школу, забираю так же. Вот, где-то там после школы пообщаемся, как день прошел, как, ну, как и все родители. Семья действительно очень дружная. Супруги стараются все делать вместе. От воспитания детей и до решения различных бытовых проблем. Они всегда поддерживают друг друга и вместе находят выход из любой сложившейся ситуации. Ведь главное в любой семье – это любовь и забота друг о друге, с чем они справляются на все 100%. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Покров Пресвятой Богородицы и День Матери. Не случайно эти два праздника приходятся на одну дату. Земное и небесное объединяет человек, которого невозможно заменить. Самородной и близкий в мире – это, конечно же, мама. Она прижмет груди и успокоит, если что-то не ладится в школе. Поцелует ушибленную коленку и боль, как рукой снимет. Станет ориентиром по жизни. Мамы всю жизнь укрывают нас от бед и забот. Согревают теплыми словами и улыбкой. Но ведь и они нуждаются в заботе и внимании, и слова благодарности за то, что посвятили себя самой святой миссии на Земле. Такие теплые, светлые слова многодетным мамам на акции «Родительская неделя» адресовали представители депутатского корпуса и Белорусского союза женщин. Как это было, расскажет Анастасия Мелешкевич. День матери – особенный праздник. Это время, когда мы, не жалея слов любви и благодарности, говорим спасибо самым милым, нежным и добрым людям на Земле – нашим мамам. Именно поэтому уже традиционно в октябре все женщины, которые подарили этому миру новую жизнь, стали поддержкой и опорой для детей, которые остались без попечения родных родителей, получили в свой адрес слова благодарности за поддержку, заботу, а главное – любовь. 14 октября 2022 года не стало исключением. Ко дню матери у Белорусского союза женщин постоянно была такая акция 14 октября, а теперь она немного расширилась, потому что теперь объявлена акция «Родительская неделя». То есть у нас учрежден День отца 21 октября, а 14 октября, как традиция уже ранее была, на покров этот День матери. И мы решили совместить этот день и пригласили сегодня дома семейного типа, детей и родителей для того, чтобы они смогли увидеть музей города, узнать традиции, истоки нашего города. Отсюда, конечно, и можно говорить о семье, которая жила ранее, и как она чтила эти традиции. Каждая из приглашенных чудесных женщин воспитывает пятерых и больше детей. У этих мам разные судьбы и жизненный опыт, но их объединяет одно – в сердце у каждой большая любовь к детям. Для каждой мамы, для каждого работника управления по образованию этот шаг был, конечно, не такой спонтанный. Я как бы к этому шла так вот, ну, серьезно это было для меня, решение серьезное. И настраивала себя на то, что отдать свое сердце, служить детям, посвятить свою жизнь для детей, потому что я работала с ними, именно с детками, дети, которые имеют какие-то особенности. И для меня это было очень важно. Ну, и пришел такой момент, когда мы стали с мужем перед выбором идти в дом семейного типа. Муж меня в этом поддержал, и мы согласились, и заявили о себе, о своей семье, что хочем работать в доме семейного типа. Женщины – это определенные касты нашего общества. Они сильные, хрупкие, ласковые и одновременно разумно строгие. Они все умеют, все знают и открыто и откровенно делятся своими навыками с близкими. Об этом говорили руководители Бреско-городской и областной организации «Белорусский союз женщин», адресуя мамам девяти домов семейного типа самые теплые слова, вручая подарки и отмечая, что быть матерью – наиболее важное, священное и самое высокое, что может быть в жизни. Это каждодневный труд вот таких родителей, детей, которые не являются биологическими родными, наверное, он очень кропотливый, очень сложный. Тяжело воспитывать своих родных детей, а, конечно же, тяжелее воспитывать детей, которые не являются биологическими. И, конечно же, эти дети требуют особого внимания, особой теплоты и особой заботы. И, конечно же, вот таким мамам и таким папам хотелось бы выразить особую благодарность и пожелать им, прежде всего, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и радости, каждодневной радости от достижений детей, а также благодарности от них. По воле судьбы, по призыву сердца, мамочкам приходится дарить любовь не только своим детям, родным, а и детям, судьба которых, возможно, сложилась очень сложно. И, наверное, этим, мама, сложнее всего. И для того, чтобы получить те искорки в глазах своего ребенка, ту радость, то самое такое ответное для мамы дорогие слова «Мама, я тебя люблю», этого надо заслужить. И сегодня, изучая работу наших домов семейного типа города Бреста, очень часто бывая в этих семьях по разному поводу, мы видим, что наше делообразование определил достойных людей, которые справляются с этими обязанностями, и ничуть не чувствуется в тех семьях, где есть свои родные дети, не делится ответственность, не делится любовь, не делятся какие-то материальные блага. Не секрет, что у каждого ребенка есть мечта. Одни мечтают о кукле или машинке, а другие – о любящей маме. Так каждая из приглашенных мам подарила детям атмосферу домашней заботы. Именно их опека помогла маленьким детским сердцам обрести доверие к окружающему миру. Уверенность в том, что они любимы, бескорыстно и искренне. В наши дома дети в основном приходят очень сложные, со сложными судьбами, с какими-то, может быть, проблемами в жизни, которые им раньше пришлось испытать. И, конечно, этих детей нужно отогреть. Им нужно дать понимание, что такое настоящая семья, что такое истинные семейные отношения, родительские отношения между папой, мамой, детско-родительские, между родителями и детьми. То есть, как правильно должна выстраиваться семья, сколько нужно в семье любви, взаимопонимания, добра, тепла. Ну и, конечно, семья – это в первую очередь ответственность. Поэтому это большой труд. Несмотря на то, что мы, как говорят, работаем дома, но эта работа, она идёт круглосуточно, 24 на 7, я бы сказала, потому что дети действительно требуют очень много внимания. Быть мамой – не просто работа. Быть мамой – не просто мечта. Стать самой родной для кого-то, доверил им Бог неспроста. Никогда не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех. Это жуткое и поражающее своим цинизмом явление, когда одни представители человеческой расы отравлены ненавистью к другим, ненавистью к чужому и непохожему. Отравлены настолько, что считают себя вправе стать палачами и карателями. Это больно и задевает за живое. Это касается каждого. 80 лет назад в Брестском гетто были уничтожены 34 тысячи человеческих жизней. И с тех пор наш город – единственный в Европе, где фашисты полностью уничтожили еврейскую общину. И мы, поколение 21 века, не имеем права забыть об этом. О зверствах фашизма и о чудовищности Холокоста, о геноциде еврейского и белорусского народа. 80 лет прошло с момента уничтожения Брестского гетто, но память о трагедии жива и сегодня. Изможденные лица, колючая проволока, печи и газовые камеры, голод, опыты над детьми и нечеловеческие пытки, концлагеря и гетто, чудовищное изобретение нацистов, порождение больного рассудка, ненависти и безумной гордыни. Об этом больно думать, на это тяжело даже смотреть. Но именно сегодня, когда мир наполнен враждой и агрессией, а обстановка наколена до предела, память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. 80 лет назад в Бресте, который наполовину был населен евреями, была полностью уничтожена еврейская община. К этой трагической дате в нашем городе ежегодно проходят памятные мероприятия. Наша история очень близка, наша история общая. И одной из самых, конечно, трагических страниц нашей истории является история Холокост. Брестское гетто было создано буквально сразу после оккупации фашистами Беларуси. И уже к октябрю 1942 года так называемый еврейский вопрос был полностью решен. Все евреи Бреста были уничтожены. Это порядка 20 тысяч человек. Надо сказать, что смерть даже одного человека – это большая трагедия для семьи. А смерть 20 тысяч человек – это трагедия всего нашего народа. Для меня это имеет личное значение, потому что часть моей семьи происходит из Бреста. Часть родственников моего деда погибли в грецком гетто, поэтому я здесь нахожусь не только как официальный представитель Израиля в Беларуси, но и как потомок семьи, часть которой была здесь уничтожена. К 80-летию расстрела Брестского гетто в нашем городе открылась выставка под названием «Евреи Бреста». Ее акцент сделан на архитектурных зданиях, которые являются хранителями памяти о своих прежних владельцах. Так всем известная и отлично сохранившаяся аптека на Советской была основана еще в 1925 году супругами Гринбергами, позже расстрелянными фашистами. Фрагменты экспозиции посвящены истории еврейского кладбища, бывшей синагоге, а ныне кинотеатру «Беларусь». Также на выставке представлено много архивных фотографий и документов, немых свидетелей трагедии Холокоста. Трогательно вписались в экспозицию и детские рисунки, которым порядка 20 лет. Выставка создана Брестской еврейской общиной «Брест». Все, что вы видите на выставке, это все создавалось годами нашей общины. Это все на основании архивных документов, это все на основании личных документов бывших брещан, которым удалось уцелеть, которые когда-то здесь жили, где-то жили их потомки. Вот, например, если вы посмотрите вот сюда, здесь, например, есть сейчас выставки «Дети Охберга». Это деток в 1921 году, после Первой мировой войны, которые остались сиротами. вывез меценат, такой был Исаак Охберг. Он их вывез в Южную Африку, и таким образом они остались живы и не погибли в Холокосте. А 34 тысячам евреев из Бреста не удалось спастись от карателей. Их неповинные жизни трагически оборвались, и кровь этих людей навсегда останется на нашей земле. Печальную дату 80-летия этого события у памятника жертвам Брестского гетто собрались родственники, потомки погибших и просто неравнодушные люди. Трагедия других населенных пунктов – это одна из самых трагических страниц в истории нашего города. Мы чтим героев защитников, мы чтим героев освободителей, но в этой ситуации погибли абсолютно мирные люди. Погибли по религиозному, по расовому человеконенавистическому принципу. И вспоминая эту дату, делая всевозможные шаги по увековечиванию этой трагедии, помимо нравственной составляющей, а это абсолютно естественно с позиции государства белорусского, у которого, повторюсь, гимн начинается с словами «Мы белорусы и мирные люди», мы преследуем еще задачу, чтобы не допустить возрождения вот этих ужасных теорий, которые привели к гибели такого количества людей. Холокост уничтожил 6 миллионов жизней. Это общечеловеческая трагедия, когда на глазах всего мира на протяжении многих лет совершалось истребление целого народа. Как и почему это произошло? Как не допустить повторения кровавого безумства? Нам важно возвращаться к истокам этой трагедии, задавать себе эти вопросы и не придавать забвению память о ней. Ведь только тогда есть шанс, что эта страшная страница истории не повторится. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова